Человек ему плохо, надо помочь. В зимний период возрастает риск дорожно-транспортных происшествий. Как помочь человеку, оказавшемуся в беде, этому учат сотрудники Щелковского центра гражданской защиты «Подрастающее поколение». В этот раз у них в гостях побывали старшеклассники из 21-й школы. Ты всех ситуаций не смоделируешь. Поэтому основная ваша задача, скажем так, нервнодушных людей, поколение ваш молодой, вам надо еще дальше жить, держать. Поэтому самое главное, не пытайтесь человека из машины достать самостоятельно, если стали свидетельствовать ДТП, не дай бог. Позвонили, 112. А здесь школьникам предложили уже самим поучаствовать в спасении человека. Под чутким руководством профессионалов ребята не только извлекли условно пострадавшего из задымленного помещения, но и сделали ему непрямой массаж сердца. А напоследок ликвидировали очаг возгорания. Таким вот серьезным навыком обучают на еженедельных экскурсиях по спасательной станции, которым дети дали название «Марусин день». А все потому, что в них участвуют члены корги-отряда Всероссийского движения поддержки МЧС. Экскурсии находят большой отклик у детей самых разных возрастов. В принципе, мне вообще очень интересна тема, связанная с МЧС. Ну, конечно, попробовать опять себя в первой помощи оказания человеку мне тоже очень понравилось. Непосредственно включается какое-то отношение, да? Не просто когда в книжках что-то написано, прочитали, а именно пережив определенную ситуацию, дети это воспринимают намного лучше. И поэтому очень удачно были организованы что-то типа мастер-классов, да, назовем это так, вот эти вот показательные действия с автомобилем. Мне очень понравилось, я думаю, что ребятам тоже. Для самих же спасателей эти мероприятия тоже важны и нужны. Ведь кому, как не им, лучше всех известно, что беду лучше предупредить. Самое главное, это, во-первых, сохранять присутствие духа, хохотлокровия, ну и знать телефон 112 экстренных служб, это основное. Все, что требуется в данном случае именно от обычного обывателя. Андрей Цихадубич, Сергей Василевский, Щелковское телевидение. Продолжение следует...